Итак, продолжим создание нашего мобильного приложения. В данном уроке мы научимся заполнять табличное представление данными. Произведем несколько настроек в Interviews Builder. Выберем Table View Cell и в строке Identifier напишем Cell. Выберем стиль табличной ячейки. Мы можем ее полностью кастомизировать, либо воспользоваться готовым вариантом. Выберем вариант Subtype. В нашем приложении по тапу на ячейку будет осуществляться переход на другое окно, поэтому хорошей практикой является проставление соответствующего аксессория индикатора, что мы и сделаем. Теперь создадим новый класс. Убираем New File. Убираем KokaTouch класс в закладке iOS Source. Нажимаем Next. В качестве наследника выбираем UI Table View Controller. Дадим наименование нашему классу Main Table View Controller. Нажимаем Next. Убираем место для сохранения и нажимаем кнопку Create. Теперь назначим данный класс для окна нашего мобильного приложения. Скопируем наименование класса, перейдем в интерфейс Builder, выберем наше окно, зайдем в соответствующий раздел верхнего Tab Bar меню правой вкладки и в поле класс скопируем номиновый класс, который будет обрабатывать данное окно. Теперь напишем немного кода. Первое, что мы сделаем, это объявим свойства массива, в котором будут содержаться наши данные. В поле Interface набираем Property, круглые скобки, внутри которых пропишем Nonatomic, запятая Strong. Затем NSMutableArray. Дадим нашей переменной наименование ArrayEvents. Данный массив мы будем формировать в методе ViewWillAppear. Данный метод вызывается тогда, когда окно приложения вот-вот появится на экране. Указаем Self.ArrayEvents. Ставим знак равно, открываем квадратные скобки, пишем NSMutableArrayAlog initWithObjects. В качестве эксперимента для того, чтобы проверить работоспособность нашего табличного представления, мы просто поместим внутрь массива три строки. Не забываем в конце ставить Nil и объекты, которые размещаются в массиве, перечисляются через запятую. Теперь укажем количество ячеек, который будет отображать табличное представление. Количество ячеек будет равно количеству элементов, которые содержат у нас массив. Поэтому пропишем Self.ArrayEvents.Count. Количество секций в таблице нам не понадобится, поэтому соответствующий метод мы удалим. Также удалим вот этот вот warning, который дает предупреждение. Теперь создадим табличную ячейку. Код уже заготовлен, он закомментирован. Мы снимем комментарии и сформулируем то, что будет демонстрироваться на экране. Запишем NSString с переменной Identifier и запишем значение цел. Ровно то же самое, что мы записали в интерфейс-билдере. Переменную данного объекта мы поставим в заготовленное место в коде и и необходимый метод будет создан. Теперь напишем NSString с переменной String и укажем, что этот NSString равен каждому объекту внутри нашего массива. Так как количество ячеек и количество элементов в массиве идентично, ошибки не произойдет. То есть таблица отобразит ровно то количество данных, которое имеется в массиве. Теперь укажем cel.textLabel и обратимся к свойству текст. Поставим знак равно и скажем, что текст будет равен в каждой строке в массиве. На этом настройки данного метода завершены. Сейчас мы запустим мобильное приложение и посмотрим, что получилось в итоге. Нажимаем кнопку Run и подождем пока симулятор загрузится. Ну что ж, таблица работает, данные отображаются корректно, строго по порядку. Спасибо за внимание. До следующего урока.